Уходит в историю 2023 год. Основные итоги мы подводим с главой Буйского муниципального района Александром Михайловичем Александровым. В этом году муниципалитет отметил свое 95-летие. 95 лет – это не такой большой юбилей для Буйской земли. 95 лет – это определение территории для Буйского района. Вот ведется отсчет. На самом деле земля древняя, Буйская. Даже не Буйская, еще Буи не было. А уже была и Рикурская волость, и Корежская волость, и село Контеу. Только по историческим документам больше 600 лет. Поэтому здесь, скорее всего, отсчет, как раньше было, по пятилеткам. Каждые пять лет мы подводим итоги. И получатся как раз юбилейные годы. В 80-90-е годы. Скоро следующий будет 100-летний юбилей. И мы подводим итоги за пять лет, что сделано, что не удалось сделать. Чествуем и благодарим наших ветеранов, наших ведущих предприятий, наших заслуженных людей. Ну и самое главное – ставим задачу на будущее. Поэтому такой обыденный юбилей с подведением задачи. Ну, уже второй год в Буйском районе, можно сказать, есть большой прорыв в строительстве и ремонте дорог. Это в первую очередь благодаря нашему ДЭПу-35. У них большие планы. Они поставили новый завод. Ну, конечно, и благодаря национальным проектам. Объемы очень большие. Позапрошлый год вообще мы сделали 28 километров капитальных ремонтов. Такого никогда не было. В прошлый год, ну, позапрошлый мы привлекали и сторонние организации. А в прошлый год 18 километров сделали только наш ДЭП. Это мы закончили дорогу Буй-Любим, вышли на границу с Любимским районом. Полностью дорога от Буя до Любима 27 километров. Теперь в хорошем состоянии. И теперь уже делаем не только транзитные дороги, но и, можно сказать, тупиковые. Это будет Яконова. Первые 20 километров мы сделали позапрошлый год. В этом году сделали 10 километров. Уже ушли за Шишкодом. И по селу Шишкодом сделали 720 метров. Тоже люди не верили, что когда-то придет асфальт. Но много писали и были в ответах. Вот основная дорога к вам придет, тогда заодно и сделаем. Ну, люди в это не верили, что когда-то к ним придет хороший асфальт Шишкодом. Ну, все случилось. По району также мы делали, продолжаем делать и будем делать Бусь-Спас. И в этом году сделали. И на следующий год будем продолжать Бусь-Спас. Закончим подъезд к Ушаковой кладбищу. В этом году делаем и на следующий год сделаем так же. И к ремонту и по населенным пунктам. И в следующем году будем и по Бараново, и по Талице. Ну, в основном делается это за счет Дорожного фонда областного. Нам деньги выделяют дополнительно. Потому что своего Дорожного фонда практически хватает только на содержание дорог. Ну, и большие планы на следующий год у нашего Дорожного предприятия. Мы не только пойдем в сторону Дьяконова, но и даже, боюсь озвучить, мы долго это пробивали. В планах 10 километров уже Буйку-Ребрена. Эта дорога в свое время была одна из лучших, а сейчас практически самая худшая. И имея там развитие и серьезное предприятие, и они в свое время были еще обижены, и туда газ к ним не пришел. Ну, наверное, правильно будет, что мы пойдем туда с хорошей дорогой. У нас 11 автобусных маршрутов. Мы охватываем все направления. Обслуживают нас два предприятия. Это ОКО «Коммунальщик» и «ИП Криский». Больших нареканий нет. Радует, что сейчас мы строим и ремонтируем дороги. Потому что если в свое время, если руководители предприятия посылают автобус до Дьяконова, и у него нет большой уверенности, что он сегодня вернется. Настолько была в таком плохом состоянии дорога. Сейчас состояние дорог улучшается. Правда, не одновременно во всем направлении. Но при таких темпах строительства, я думаю, что мы в ближайшие пять лет проблему с дорогами решим. Район динамично развивается. Это и сельское хозяйство, и не только сельское хозяйство. Сейчас по импортозамещению у нас хорошо работает химическая промышленность. Промышленность – это и Буйский химический завод, и шестой цех, и ЭКХИМАШ, практически второй цех, в районе вновь создается. Главное – вовремя все успеть. Люди это понимают. И практически, я думаю, что скоро готов к запуску завод. Ну, а сельское хозяйство у нас три ведущих предприятия. Это и агрофирма «Планета», и пизофабрика. Ну, и, конечно, у нас флагман «Воскресенье Агро», где реализуется серьезный проект. И к 29-му году мы планируем валовое надое молока, соизумеримые или даже выше в советское время, когда были. А там было поголовье 32 тысячи голов. Поэтому инвестпроект у нас реализуется и на Буйской кизофабрике. В 2026 году заканчивается, растет и поголовье, и вылечивается производство яйца. Поэтому в работе импортозамещения и продовольствия безопасности страны, я думаю, что мы вносим серьезный вклад. Район благоустраивается. Жители принимают активное участие в реализации программы по формированию комфортной среды. Ну, в этом году мы в основном работали в чистых барах. Это сделали дворовую территорию и общество. Ну, чистые бары – это практически сплошная пешеходная зона. Поэтому благоустроить там нужно много и постоянно. Единственное, мы, в чем не дорабатываем, это вместе с населением, что мало обсуждаем. И когда нет больших обсуждений и споров, можем что-то сделать не так. Потому что комфортная городская среда президентам и задумывала, что в первую очередь это активность граждан. Граждане видят, вот так это обсуждают, даже на конкурсной основе идут голосования. И вот тогда очень велика вероятность, что мы сделаем то, что нужно. Один из самых важных вопросов – здравоохранение. Ну, здоровье людей, тем более у нас население все взрослее и взрослее, и требует повышенного внимания. Поэтому здесь надо действительно с этим работать. Прошлый год мы построили новый ФАП и запустили это в поселке Каёга. В этом году в деревне Афонина и в деревне Ягумнова. Это два новых ФАПа. Конечно, новая ФАПа – это совсем другой уровень. И уютно работать, и можем привлекать других узких специалистов, где можно и разместиться, и комфортно работать. Но главная проблема – это кадровая. Кадровая проблема была всегда, а сейчас она еще острее. Но отчасти, наверное, и виноваты и мы все сами. Куда мы своих детей? Все, стараемся куда-то выпихнуть. Может, такой менталитет у сельских жителей, а город будет тоже у бывших сельских жителей. Мы знаем, что в свое время, когда в колхозах работали за труды дни, и каждая нормальная семья старалась детей куда-то послать, лишь бы в город. Потому что здесь платили деньги, и была перспектива. Ну, наверное, менталитет этот остался, и, к сожалению, пока так и происходит. Стараемся своих детей, даже получив медицинское образование, стараемся посоветовать куда-то, чтобы они уехали дальше. Это неправильно, значит, мы неправильно и воспитываем. По клинике в чистых барах, ну, да, действительно, большая проблема. Также и с больницей центральной. К сожалению, это издержки 44-го закона. Дважды у нас попадался недобросовестный подрядчик. Да, все, казалось бы, по закону, но три года ремонтируем. Но тут наконец-то с помощью губернатора нашли добросовестного подрядчика, и сейчас стало все на свои места. Практически в полном объеме, по чистым барам, в этом году должны закончить. Это очень важно. Ну, эти все вопросы со социальной сферы стоят на личном контроле губернатора. Поэтому такое движение у нас и есть к нормальному. У нас даже по манатым дольщикам в нашем регионе одна из лучших ситуаций в стране. Потому что это касается, в первую очередь, людей. Человек заплатил на квартирном доме деньги, а его обманули. Вот у нас его даже в Пуе достроили и по Костроме. У нас одна из лучших ситуаций в области. Это все находится на личном контроле. Зима доставляет дорожникам и коммунальщикам немало забот. Но следует отметить, что специалисты работают, пусть и в непростых временных условиях, и делают все возможное, чтобы справляться с ситуацией. Что дороги, что ЖКХ, здесь всегда идеально быть ничего не может. Потому что это касается комфорта людей. Здесь, в первую очередь, надо максимум делать все, как положено. К сожалению, снег идет везде сразу, а не по частям. А у нас по району 740 километров районных дорог. Из них 270 – это областные, остальные – все дороги района и поселения. Конечно, на одномоментном дороге все расчистить очень сложно. Хотя мы к этому стремимся. У нас заключено, что с нашим ДЭПом договор заключен на обслуживание. Это естественно, но ДЭП не может успеть, тем более, если идет снег. Они, в первую очередь, чистят свои дороги, автобусные маршруты. И наши школьные автобусы ездят по ним, и международные – это поселенческие маршруты. Поэтому ясно, что если снег идет постоянно, то ДЭП нам не поможет. Поэтому заключено с частными предпринимателями, просто у кого есть свои индивидуальные трактора. Более 26 договоров. Стараемся кустами в каждом населенном пункте. И при том, как закончится снег, чтобы они сразу уехали именно в этом населенном пункте. Не избуя ждать, а именно в том населенном пункте. Не всегда нам это удается, потому что есть населенные пункты, где перекрываются другими подрядчиками. Ну, хорошо работает еще агрофирная планета, потому что идут люди к навстречу, работают там местные и всегда выручают. Ну, я надеюсь, что на второй, на третий день даже населенный пункт, где живут 2-3 человека, все равно будет расчищено. Но временное неудобство бывает. Дорога проезжая, но проехать пока не так комфортабельно. Все вот наши четыре предприятия ЖКХ, они работают стабильно. Вот уже вот 7 лет никаких банкротств, потому что если предприятие банкротится, это всегда нарушение цикла ремонтных работ. Значит, что-то вовремя не делается. А что-то вовремя не делается, это в перспективе будет аварийная ситуация. Вот в 7 лет, ужасно, никаких банкротств нет. И все работают финансово устойчиво. Мы регулярно получаем паспорта готовности. Больших катаклизмов у нас по авариям нет. Только есть текущие, небольшие. Ну, и это радует все-таки. Главное, есть люди, есть ответственные руководители с опытом и с умением работать и организовать работу. И есть специалисты к конвестах. Это самое главное. Поэтому мы готовы к любым вызовам даже во все выходные дни. Ну, освещение есть во всех населенных пунктах. Достаточно это или нет, это вопрос относительный. Где-то вообще через два столба на третий все фонари горят. Где-то они горят реже. Но основная у нас проблема с ремонтом. К сожалению, мы сами обслуживать это не можем. А наши энергетики в связи и с кадровой проблемой, и с командировками, не всегда успевают к ворьме. Поэтому есть недовольство людей. Она обоснована. Ну, мы стараемся выйти со сторонними организациями по договоренности с нашими энергетиками. Вопросы решаем. Но здесь определенные допуски тоже есть. Ну, в последнее время сдвинулись в лучшую сторону. Но осенью, когда особенно снега еще не было и было темно, претензий было много. Александр Калыч, экономика влияет и на социальную сферу. Несколько слов о том, как работает в районе сфера образования, сфера культуры, соцзащита. Как реализуется программа? Ну, в этих сферах все меня радуют, потому что работают профессионалы, особенно образование. У нас такой создался костяк из директоров школ, из Татьяны Николаевны Яуровой, которые управляют всем. Вот они все профессионалы свое дело. Все школы активно участвуют во всех программах, во всех олимпиадах. И есть такой рейтинг департамента по всей, по комплексу всей работы муниципальных образований. Вот по последним двум годам у нас был второй и третий рейтинг по всей области. Ну, я надеюсь, что в этом году он будет также где-то вверху, потому что мы ничто не уронили. В очередной раз выиграли, была олимпиада. Областная – это по профессиям в области сельского хозяйства, лесного, экологии. У нас бессменный руководитель Крыжова, Алина Владимировна, максималист по натуре, в очередной раз со своей командой выиграла. Ну, конечно, была из других школ, не только Криневская. Но все школы очень активно участвуют. Чистые БРЭ – это естественно. Они, как всегда, очень радуют Брановская школа, которая в последние 2-3 года настолько подтянула, что все удивляются, что такая школа и такие выигрывают серьезные гранты. Ну, и Гавриловская всегда на высоте. Я боюсь кого-то обидеть, потому что все директора на своих местах. И при начальных, можно сказать, не самых хороших условиях, выдают хорошие результаты. По культуре у нас ведется большая работа. Сеть и по библиотекам, и по домам культуры мы не снижаем. В этом году удалось сделать капитальный ремонт в деревне Афонина и перевели. Так, неожиданно было поручение губернатора перевести все дома культуры, где есть электроотопление. Но и затратное, и некомфортное, потому что если хорошо топить, это бешеные деньги. Поэтому было принято решение губернаторам. Нам выделены средства, а очень были сжатые сроки. К счастью, у нас «Газпром» газораспределение согласилось нам помочь. Они сделали и проект, и строительные, монтажные работы. Это клуб в деревне Лино, в деревне Игумнова и в селе Воскресенье. Все сделали в срок и вовремя. Люди все довольны. Огромное спасибо руководителю Алексею Евгеньевичу Исакову. Он и сам депутат работает для людей. Вот здесь как раз такая работа. Огромное всем спасибо. Всех людей, которые живут в этих населенных пунктах. По соцзащите с Ольгой Александровной мы работаем плотно. И по всем категориям. Планы мы свои по... Кто люди попали в трудные условия. Все, кто хотел заключить контракт. Довольно хорошая программа. И хорошая есть помощь. И в сельском хозяйстве приобретение. Можно и коров, коз, что угодно. И создание ИП. Ну и кто действительно попал в трудную ситуацию. И помощь их деньгами. Здесь все на контроле. И соцзащита. И по семьям СВО мы работаем все в полном взаимодействии. С приходом, Ольга Александровна, ситуация гораздо получилась. Как складывается в районе работа с семьями участников СВО? Какая поддержка? Ну, для семей было в первоначальной, конечно, очень тяжелая, шоковая ситуация. Когда объявлена была частичная мобилизация. Никто не планировал пойти. Но если надо, у нас люди ответственные, все пошли. И, естественно, когда мужчины ушли, семьи, особенно в сельской местности, остались одни наедине с собой, сами с собой, естественно, что-то мужчины не успели доделать. Это там какие-то ремонтные работы, или не успели дрова заготовить. Поэтому мы это все брали как и на себя в первое время. Ну и социальная поддержка тут же и психологическая. Нужно больше общаться. Спасибо, кто окружает и в этих населенных пунктах, и односельчане, и соседи. Поддержка была со всех сторон. У нас люди в этом плане очень хорошие. И всегда поддерживают в таких ситуациях. Ну а то, что поддержка и в школе, и бесплатное питание. Если какие-то по медицинской части помощь, это все, конечно, оказывается. После людей уходили уже по контракту, они более подготовлены. Они уже шли осознанно и не так спонтанно, как было это по мобилизации. Но все семьи у нас под контролем. Александр Михайлович, как Вы можете оценить работу администрации и собрание депутатов? Какую оценку можно дать? Ну, собрание депутатов мне сложно давать, потому что это все-таки люди избранные, лидеры общественного мнения, им люди доверяют. Но что мы работаем как слаженная команда, это вот простой пример. Нам вдруг, ни с того ни с сего, внепланово сказали, что можно в этом году попасть в программу капремонтов от домов культуры. У нас Афонинский был не на этот год, а на следующий. У нас было 10 дней, чтобы решить все проблемы. И найти подрядчика, и сделать все процедуры, передача полномочий от поселения в район, и подключить все структуры, привести торги. И все это, если была какая-то заминка, в каком-то отделе, в архитектуре, или в отделе культуры, или в поселение в Баранском, потому что это клуб Баранского сельского поселения, или депутаты районные, или Баранское поселение, где-то была бы заминка, у нас бы ничего никак не получилось. Поэтому слаженная работа, она дает всегда результат. Вот мы, простой пример, как командная работа сделала результат. Глава района Александр Александров с недавнего времени является секретарем Буйского местного отделения партии «Единая Россия» в районе. Глава район по партийной линии у них, они и раньше работали обособленно, потому что специфика несколько иная, районное отделение, оно создавалось немножко пораньше, а после оно объединилось. Ну, на тот момент, может быть, это было оправдано. Сейчас ситуация изменилась, и цели и задачи партии были разные. Если в начале 2000-х годов, это партия «Единая Россия» была из многих партий. Я был председателем комиссии к выборам. Там вот такие были листы из только партий. Поэтому, что эта партия будет ведущей, никто не знал. То есть, и создавались у каждого оригинального лидера сильного, тоже были партии, много было партий. Ну, все началось, когда Владимир Владимирович Путин пришел к власти, и чтобы чего-то достичь, нужна была вертикаль власти и опора Государственной Думы. Ну, так сложилось, что могла быть и не «Единая Россия», была другая партия, но должна быть какая-то ведущая партия. Мы не можем себе позволить, вернее, нам не могут позволить наши конедруги и за рубежа развиваться демократическим путем, потому что они постоянно вмешиваются в наши дела. Поэтому у нас должна быть вертикаль власти. Президент, Дума, губернатор и на местах. Вот когда она есть, есть консолидация общества, мы можем все пережить. Другого пути у нас нет. К сожалению, это внешние вызовы. Не мы так решили, нам просто иначе не выжить. Поэтому я считаю, что это нормально. Будущий год ознаменован для нашей страны важным политическим событием – выборами президента, который назначен на 17 марта 2024 года. Вы поддерживаете решение Владимира Владимировича Путина баллотироваться? Ну, здесь одним словом не скажешь. Я являюсь поклонником Владимира Владимировича Путина с 2027 года. Я объясню, почему. При перестройке и при Ельцине был такой посыл у людей на сближение с Европой. Да, железный занавес. Именно был у большинства людей посыл, что жить вместе с Европой. И мы наивно думали, что нас туда возьмут, примут на равных. Мы сделали все для этого. Что нам предписывали, мы все делали. Мы развалили страну, мы развалили промышленность, образование. Пустили всех наших святых, все наши оборонные разработки. Они даже сдали всю разведку, даже нелегала. Только чтобы нас взяли в Европу. Мы наивно думали, что нас возьмут. Но когда случилось в Чечне, там международные террористы, которые поддерживались всей Западной Европой и Америкой, люди, наверное, поняли, что никому не нужна Россия в Европе в этом составе. Идет дальнейший развал страны уже по регионам. Еще бы немного, и России в таком составе бы не было. Да, Европа взяла Польшу и помогала, Чехию и так далее. Кого-то на равных, кого-то с вассалами, как Прибалтику. Но нас никто там не хотел видеть. И мы наивно думали, что нас туда возьмут. Хотя действительно посыл такой был. Когда пришел Владимир Владимирович Путин к власти, он практически сразу понял, что нас никто там не ждет. Сначала навел порядок с олигархами у себя в стране. Но так как надо как-то жить дальше, и в 2007 году на Мюншкинской речи он всем объявил, что если надо жить, то жить надо по международным законам, а не по правилам, которые американцы постоянно кменяют. И сразу началась критика, обливание грязью и президента, и естественно на партию, на которую он опирается. Мое глубокое убеждение, если нас хвалят, как Горбачева и Ельцина, значит мы идем не туда. И мы действительно все развалили. Если нас сильно ругают, значит наш путь правильный. И чем больше нас ругают, чем правильный наш путь. Поэтому я полностью поддержу. В завершении программы, ваше обращение к землякам. Может быть кого-то поблагодарить за активность, за сотрудничество, как бы настроить всех на решение проблем в следующем году? Ну год 23-й он был очень сложный, даже переломный, потому что нам объявлено и холодная, и горячая война, и беспредельные санкции, которые ничего общего не имеют. Не то, что с международным правом, а даже по понятиям, и то, как не делают. Ни одна бы страна это не выдержала, но Россия выдержала. Есть консолидация общества вокруг своего президента. И мы не только выдержали, но и дали вектор развития. Никто этого не ожидал. Сделали и импортное замещение, и есть прирост в экономике. Поэтому огромное спасибо всем, кто в этом участвует, в том числе и наши жители. Ну и в следующем году, конечно, мы с нетерпением ждем наших родных и близких, наших земляков, зоны своего с победой. Все мы их ждем с нетерпением. Желаю всем в каждой семье добра и уюта, мира. Ну и кто что-то задумал в следующем году, чтобы все желания исполнились, чтобы радовали наши дети и внуки. Мира, добра. Уверенности в завтрашнемся дне. Когда мы вместе, у нас все получится. С наступающим 2024 годом!